Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня поговорим на тему, что будет, если напечатать бесконечное количество денег. Наверное, один из самых популярных запросов. Давайте порассуждаем на эту тему, как если бы я постарался объяснить данный вопрос своим детям. Итак, здесь, наверное, лучше на примерах. Давайте представим, что все мы живем в той или иной стране в определенной экономике. То есть существует некая экономическая машина. И вот эта вот экономическая машина для простоты объяснения, да, давайте представим, что производит 100 единиц товара. Без разницы, да, 100 единиц товаров и услуг. Вот она такая замкнутая и может произвести в год 100 единиц товара. И для того, чтобы эти товары между покупателями и производителями обращались, признали некую меру стоимости 100 рублей. То есть вот 100 рублей в этой замкнутой системе необходимо для того, чтобы рассчитать, сколько какая-то единица товара стоит 1 рубль, какая-то 2 рубля, какая-то 10 рублей. Ну вот такая вот система. И что происходит, да, когда мы начинаем печатать деньги? То есть когда появляется некий центральный банк, который говорит, я буду увеличивать количество денежной массы, это называется. То есть у нас будет не 100 рублей, а у нас будет, допустим, 110 рублей. Но при этом производительность экономики, она растет очень медленно. И то есть соответствующее количество товара на 20 не увеличится. Ну то есть не будет пропорционального увеличения количества произведенных единиц товара. То есть товаров у нас осталось 100 штук, денег у нас вместо 100 рублей стало 1000 рублей. Что мы в этом случае получаем? Что для того, чтобы производились расчеты, цена за единицу товара непосредственно будет расти. И когда люди говорят о том, что, ну в принципе денег можем же напечатать сколько угодно, много, да, для того, чтобы стимулировать потребление, чтобы стимулировать экономику, мы придем к тому, что цена на товар начинает расти очень быстро. И вот этот вот рост цены на товар называется инфляция. То есть когда у нас переписывается ценник на товар, количество произведенных товаров не увеличивается, а количество денег увеличивается, и цена начинает расти. Производителю для того, чтобы произвести единицу товара, ему нужна себестоимость. То есть у него есть затраты, которые он непосредственно несет для того, чтобы произвести определенное количество товара, которое ему необходимо сделать, да, по своему бизнес-плану. И что мы в этом случае получаем? Когда у нас получается высокая инфляция, то есть переписываются ценники на товар, то в этом случае производитель начинает вот эти инфляционные риски закладывать в цену, особенно когда деньги печатаются очень быстро, когда денежная масса увеличивается очень быстро в короткий промежуток времени. Человек, который производит товар, у него же есть производственный цикл, то есть ему нужно заплатить зарплату людям, ему нужно закупить сырье, чтобы произвести этот товар, ему нужно потратить транспорт, чтобы доставить до потребителя этот товар. И соответственно из-за того, что цены начинают на бензин расти, на электроэнергию, на заработную плату, то есть люди уже, которые получают заработную плату, им денег недостаточно, потому что цены на другие товары уже начинают расти, и поэтому получается, что он начинает опережающим темпом повышать цены на свой собственный товар. И мы получаем некий коллапс экономики, потому что производитель говорит, ну нахер, я не буду с этим связываться, я не могу прогнозировать, как у меня вырастет себестоимость через год, я не понимаю, сколько еще денег будет напечатано, я не понимаю, когда это прекратится, и вопрос тогда, а зачем мне всем этим заниматься, да, то есть я ничего делать не буду, потому что у меня очень высокие риски. И он сворачивает производство. И первым, кто начинает сворачивать производство, производство сворачивают те, у кого низкая маржинальность, то есть у кого наценка не очень высокая, потому что вот эти вот инфляционные риски, они по сути всю прибыль, тем более если эта прибыль не очень высокая, они начинают съедать. И человек говорит, зачем мне банкротиться, зачем мне отвечать своими активами по обязательствам, я этих рисков нести не буду, я с этим мириться не буду, потому что это носит угрозу мне, моему бизнесу, моей семье, мне лично, лучше я пойду в найм куда-нибудь. И закрывает производство, увольняет людей, получаем большой уровень безработицы, получаем социальное напряжение, люди начинают выходить с бунтами, повысить зарплату, сдержите инфляцию, то есть появляется некая социальная нестабильность, появляется запрос на общество, возникает вопрос, а что это такая справедливость такая. Но так как инфляция продолжается, потому что условно тот же самый центральный банк, эмиссионный центр, кто производит эти деньги, не останавливается, продолжает печатать, приходит пора следующей, ну как некий такой принцип домино, приходит пора следующего человека, у которого, соответственно, маржа была побольше, производственника, который мог себе позволить при не очень высокой инфляции еще работать, потому что маржа позволяла, но высокая инфляция начинает съедать его маржу. И он тоже говорит, ребят, ну я не буду в таких условиях работать, я не буду производить, опять у нас производится распад производства, опять у нас высвобождается природный ресурс, у нас высвобождаются человеческие ресурсы, но никто в округе не хочет взять ни человеческие ресурсы, ни природные ресурсы для того, чтобы организовать производство, потому что цены на товары непосредственно растут, и ты не можешь спрогнозировать свои будущие денежные потоки, то есть то, что наблюдалось в 90-х годах. Производства не было. Производство встало при растущей гиперинфляции, потому что производственный процесс, он длительный, он занимает определенный промежуток времени от начала производства до выхода конечной продукции и самое главное еще, когда потребитель это непосредственно купит. А у нас же безработица увеличилась. Безработица увеличилась, потому что предыдущий производитель уволил людей, люди безработные, они не тратят. И даже вот эти вот, кто жил на высокой марже, у них количество покупателей уменьшилось. Они не покупают и он вынужден снижать цену, уменьшать свою маржу. А снизу еще инфляция поддавливает. И он схлопывается, банкротится, закрывает производство. Опять безработица увеличивается, производство закрывается. И кто помнит 90-е годы, весь бизнес к чему свелся? Купи-продай. То есть производств не было. Покупали, продавали какие-то готовые товары. Был бартер, потому что проще было рассчитаться конкретными товарами. Потому что валюта, которой печатается очень много, она теряет доверие. Ею никто не хочет пользоваться. Начинают привязываться к каким-то более стабильным валютам, в которых меньший уровень инфляции. И в них начинаются непосредственно расчеты. А если это другие какие-то иностранные валюты, то это финансирование фактически другого государства происходит. И поэтому, когда говорят о том, что, ребят, да в чем проблема, Америка может напечатать еще 10 триллионов долларов, нужно понимать, что вот эта вот простая схема, которую я рассказал, она в принципе работает глобально. То есть если, соответственно, будет сильно увеличиваться денежная масса, будет высокая инфляция. Высокая инфляция будет приводить к банкротствам предприятий, увеличивать уровень безработицы, падению ВВП, сжатию ВВП. Производства на территории страны не будет. Не будет заработных плат, все будут нищие. Соответственно, запрос возникает к политикам, к экономическим властям. Ребята, а что вы делаете для того, чтобы наша экономика была стабильна? Надеюсь, что такое простое объяснение, почему нельзя напечатать денег столько, сколько хочется, вы получили. Исходя из этого, принимайте взвешенные инвестиционные решения, подписывайтесь на канал. Если понравилось данное видео в таком формате объяснения, казалось бы, не очень понятных вещей понятным языком, оставляйте комментарии. Будем рады им и подготовим для вас новые видео. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok